здравствуйте дорогие друзья продолжаем практическую практический курс разработка на python и так мы работаем сергеем асачем в режиме реального времени для тех кто только начинает программировать начинайте с сайта spb-tut.ru то есть нужно получить пожизненный доступ и начать заниматься потому что например сергей уже прошел довольно большой путь много проработал и в принципе то что я могу говорю словами он понимает я ему слова направляю он мне код я ему слова он мне код этот код я также пишу вместе с ним потихонечку в своих каких-то вещах теперь о сути так сереж сейчас о вас поговорим принципе я записал записываю видео сейчас надо поговорить зачем я хочу затронуть тут джейсон то есть стыковку приложений и сереж вот для вас да сейчас для вас сейчас чтобы вы наметили себе такую вещь как запланировали полную картину да мы сейчас нам долгий путь идти но год полтора точно будем разрабатывать но это первое третье у вас будет получаться уже в течение трех месяцев я думаю так поехали сначала для возможно есть ребята которые начали с этого видео ребята зачем вот каждый если вам вы смотрите вам тоже интересно приходит в программирование конечно же чтобы разрабатывать программное обеспечение приложение нечто писать то есть именно для того чтобы делать практику так вот я вам скажу такую вещь что если вы считаете что вы просто там почитали книгу и что-то поняли этого ребята очень мало очень мало ничего вы не будете понимать просто процесс изучения языка и процесса разработки на этом языке это абсолютно разные вещи и я вот смотрю учитывая что у сережи почти два года уже да то есть он во всех этих моментах когда куски кода он разобрался давайте вот проговорил что за два года он изучил то есть неплохо знает python дальше работает скотлин работает с android студия прошел киви прошел джанга что еще я смотрел по чуть-чуть работает с джава по чуть-чуть работает с джи си то есть ну грубо говоря готовить себя как разработчик полного стэка теперь ребята об актуальности что как понять вот что актуально телевизор смотрите сегодня в россии в снг цифровая экономика что это это оцифровка предприятий это сбор информации в единые центры вот этим мы как раз и занимаемся сейчас на курсе то есть первичные шаги в данном случае серёжа взял несколько предприятий и что делать сейчас серёж перехожу к вам на ребята будут слушать я хочу чтоб вы вбили да сейчас себе мы сейчас сергеем на этапе написания первого года и проектирования вы ребята посмотрите в описании еще предыдущие видео где в принципе мы когда был вопрос нужны нужно ли реализовывать методы в абстрактных классах вот я хорошо показал здесь вы многое подчеркнете о том вообще разработка да что это что это то что вы сможете пройти только сами и здесь сразу ответ на вопрос а какой путь лучший а вот то что мы делаем это и есть лучший путь вы знаете не вот вот я когда записывал это видео показал что вот это нельзя описать не в какой книге потому что просто-напросто все проекты написано совершенно по-разному то есть если вы думаете что вы откроете книгу и там будет написано для для того чтобы разрабатывать делайте первое второе третье и все и пошли лепить а я показал специально сергею три приложения и они все совершенно по-разному написаны то есть можно вложить какие-то принципы до основные но код выбор метода написания вам придется определять самому и здесь столько пробуксовок понимаете вроде я очень хорошо понимаю что то что я говорю он знает но когда надо взять спланировать проект то есть и про проект для человека который это не делал довольно серьезный да то есть по сути дела вот его цель вот его цель сначала он придумал себе это а тс но я думаю но это с так а тс мне все но все таки я решил ему предложить более жизненно способный вариант который сегодня нужен именно в современном мире вот есть сеть ресторанов вот есть автозаправочные станции вот есть оптовые базы но вы понимаете что объектов может быть куча вот глава района вам говорит надо создать единую базу всех объектов по сути дела везде будет один и тот же алгоритм да и это по сути дела давайте теперь смотреть сережка сейчас для вас будет информация хочу чтобы вы сейчас вложили потому что мы потом джейсон еще то есть получается по сути дела сейчас мы работаем над сначала общая картина да вы пишете сейчас код по этим азс то есть по стыковке объектов здесь уже первые трудности получились и вы знаете ну вот смотрите я мог бы сказать делайте там с абстрактными класса делайте так 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 вы что думаете сделаете сразу да не сделайте ребят это надо настолько столько переворотить тогда я все-таки в начале пока так отнесся но я говорю давай заниматься проектированием когда все-таки сергей сначала ну проекти спроектировал вижу ну не то совсем спроектировал но моя же дело мое же дело направить понимаете то сейчас я кое-что покажу а прежде чем показать то есть я то отлично понимаю что понимание вот азов понимание как работают у него это на отлично ну надо же пол полноценная картина вот вот первичное было но не получится получится но с большими сложностями по сути дела ну я я я видел с абстрактным классом но все-таки подумал что сергей все-таки сделает ну это ж первый проект да несколько абстрактных классов потому поэтому потом когда я записал вот это видео показал что вот как там допустим блок человек писал да но вопрос то сдвинулся и потом уже когда посмотрел вот это видео я вам описание я вижу что относиться к этапу планирования начал совершенно по другому проектирование именно почему потому что все не так просто как хотелось бы и как кажется да нет никак не получится быстро да и вот этот вот процесс он идет из таких мелочей как это можно описать это можно делать только в режиме реального времени когда ты говоришь делай вот так то есть и человек делает сам своими ручками но при этом получает колоссальный опыт почему потому что он все делает сам моя задача только направить подправить потому что допустим я уже несколько лет рассматриваю библиотеки у Сережи этого опыта не было он я думаю что только после этого видео и начал то по моему заданию тогда обращать внимание а как написана та или иная библиотека а какие там стили применены то есть это лучше чем любая книга ну там же еще надо кое-что и понимать почему главное что мы двигаемся мы двигаемся мы двигаемся вот это важно я хочу чтобы это было в реальном времени теперь Сережа смотрите сейчас мы с вами вы делаете вот этот свой общую базу то есть но давайте сразу продумаем это надо вкладывать сейчас в проектирование а не потом что но пока пусть вас это не пугает мы с вами придем к этому вот вот вы напишите да здесь я вас успокою не переживайте все это можно будет превратить в библиотеку и вот как я вам не зря пандас показывал да как пандас она работает и для компьютера и для веб где угодно но нам надо будет сервер сервер то есть по сути дела здесь лучший вариант как сделал инстаграм серверную часть написать на джанго сразу получаем защищенную вещь только делаем то что нам надо и вот здесь мы с вами рассматривали момент который я тоже чтобы главное вас думаю чтоб вы не испугались здесь то есть где я вам как раз показал я имею ввиду стыковка между разными языками между разными библиотеками это формат джейсон то есть джейсон пайтон джейсон котлин джейсон жанга джи си джейсон поэтому в определенный момент в определенный момент я буду настаивать чтобы вы поработали с форматом джейсон минимум в трех языках почему но опять же пугаться не надо потому что дальше я написал что вот стыковка пайтон и котлин чистого все намного проще сделано будет на практике на практике все уже давно придумано на практике ваш проект будет загоняться на сервер и тут будет делаться API а дальше эти API можно цеплять куда угодно можно цеплять к мобильному приложению на котлин можно цеплять к абсолютно любой программе то есть мы будем избегать множественного множественного стыковки между языками все довольно просто то есть по сути дела у нас система должна включать несколько вещей вот эту большую саму систему которую вы сейчас разрабатываете да потом она должна быть размещена на сервер понятно что вот как пандас мы размещаем на сервер да это она работает как библиотека получается но тем не менее мы должны сейчас продумать да это в процессе мы с вами должны позаботиться о файлах настроек программы а выходных данных и как я вам сказал вот сейчас вот 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 меня слушаете Сергей прямо сейчас вбивайте план что выходы на джейсон то есть выводы в джейсон все равно должны быть они вам потом могут понадобиться иными словами любой конечный результат вашей программы которая будет что-то выводить вашего конгломерата Кроме там пайтоновских данных, должен их уметь вывести в формате JSON. Это однозначно надо вбрасывать. Почему? Потому что тогда у вас всегда будет возможность стыковки между любыми вещами. Тем более во многих моментах передавать данные при помощи JSON намного удобнее. Но мы с вами здесь подойдем очень правильно. Мы поработаем потом сначала с несколькими языками. То есть нам надо не просто знать, нам надо понять как суть. И на самом деле вы увидите, что суть во всех там языках, мы возьмем три. Мы возьмем GC, Python, Kotlin. Она одинаковая. Там ничего нету сложного. Будут по-разному называться функции, но в принципе все они будут делать одно и то же. А еще возьмем с Python, Django. Почему? Потому что там вообще здесь богатая база. Потому что в Django нам может понадобиться, там богатая база в чем? Что мы можем получить там заготовленные функции вопроса-ответа. И грубо говоря, я уже показывал вам ранее, что можно писать представление, которое будет и работа с базой данных. Иными словами, когда мы загоняем на Django сервер, то у нас получится, что наш формат JSON, к этому мы придем, пока просто, чтобы это понимали, в смысле, да? Мы будем писать представление. Вот наша база, да? Там. Вд наше представление, да? И получается, мы работаем с базой и при этом работаем с форматом JSON. Там готовые функции уже написаны. И данные будут приходить в JSON и превращаться в данные для Postgres, да? Допустим, SQL. И наоборот. Но для чего я это все рассказываю? Что сейчас, вот то, что я говорил, почему и пишу это видео, что сейчас вы задаете вопросы, но в планирование вы уже вбрасываете, да? То есть у вас должно быть четко в комментариях спланировано, что вывод-вывод и в формате JSON. И можно это все поставить на заглушки пока, да? Но, по сути дела, чтобы это все было готово. То есть любой момент, в любом классе вы применили, и баз, данные пошли в формате JSON. Договорились с этим вопросом, да? И теперь еще один момент, который, в принципе, я вижу, на вас очень хорошо повлиял. Это определение. То есть вот после этого просмотра видео, после просмотра трех продуктов разных, Django, Pandas, мы взяли там и блок для Django приложения, но можно абсолютно любые. Но вы, наверное, в первую очередь получили ответ, а нужно ли реализовывать методы в абстрактных классах. Это лучший ответ, когда вы смотрите на код, да? Второй момент. Получили хорошую привычку смотреть готовые приложения, потому что там уже есть определенная реализация. Поняли себе, зарубили на носу, что реализация, допустим, в Django, там на местных классах, в Pandas, реализация на миксенах и декораторах, в принципе. То есть абсолютно разные. Можно ли это описать? Да нельзя это все описать, потому что каждый проект, в принципе, люди пишут, исходя из своего опыта. А вот взять что-то у них, это можно. Но вот эту вещь вы должны были определить. И мы с вами определили. Единственное, что я хочу повторить. Вот с этого видео, чтобы вы еще раз продумали себе, да? То есть, Сергей, у Python есть множественное наследование. Именно когда, вот сейчас, где это делось видео, так, я немножко отвлекся, поэтому потерял мысль, но сделаю по-другому. Сделаю по-другому. Будем вот сейчас смотреть поэтапно. Сначала Сергей не мог спланировать, что происходит. Происшествие немножко времени. По происшествии. Видео посмотрел, писем прочитал. Спасибо за дань. Сейчас доделаю задачу и через пару дней начну. И... А здесь получилось, что они вложены. Сообщение. Да, у меня картина поменялась. Не вижу пока смысла давать абстрактный класс. Пока планирую потихоньку. В принципе, добились того, чего хотели, что Сергей сейчас переделает эту схему и начнет писать. То есть, что включилось у него в голове сейчас. То, что я и хотел, чтобы включилось. То есть, вот просмотрел это видео, он сейчас уже немножко с другим подходом переходит к планированию. А что он будет применять? Потому что я рассказал. А вот множественное наследование. И очень много времени уделил. А вот так на декораторах. А вот на миксинах. А если... Сереж, смотрите. И я еще раз повторюсь. Имея множественное наследование и его не использовать, это просто преступление. Вы что? И помните о миксинах сразу же. Сразу же их включайте. Почему? Потому что именно они вам дадут применить любое поведение класса абсолютно в любом месте. Иными словами, ребята, происходит так. Так, Сережа готов. Я его поддерживаю словами. От него получаю код. Код схемы. То есть он делает это в реальном времени. По-другому, ребята, не получится научиться. Надо просто брать себя в руки и делать. Ну, а кто новички, не расстраиваемся. В школе 17 суток видео. Поэтому вы много пройдете до этого момента. А потом уже будете тоже разрабатывать. Просто я хочу показать, что процесс разработки, это процесс довольно сложный, довольно кропотливый. И для первого раза он довольно очень тяжелый. Это уж честно. Но его надо пройти не по книгам, а пройти, набивая собственные ошибки, меняя собственную тактику, выбирая собственный код. Потому что, в принципе, на данном этапе для меня было важно, чтобы Сергей выбрал тактику. Почему? Потому что я вижу, что он планирует, а сдвинуться не может. Почему? Потому что, думаю, сейчас полезет искать книги там, фигню разную. То есть, я ему подсказал, что надо брать реальные готовые проекты и смотреть, что делают люди. И показал на трех библиотеках. Объяснил, вот здесь вот работали с абстрактными классами, в другом случае работали с множественным наследованием, в третьем работали вообще на декораторах и миксинах. То есть, какую тактику избрать, я ему не говорю. Но вопрос в том, что у него появился выбор. И теперь он как бы, что происходит? Он начинает как бы повторять Python, все, что он изучил, но уже с угла зрения практики. Теперь ему надо чистая практика. Ему надо создать вот эти все классы, которые он рисует. И теперь вложить логику, да? Сначала надо расписать то, что будет происходить. Но вложить логику. Но поймите, ребята, это архиважный момент. Мы сразу должны подумать, на чем мы будем писать. Это, конечно, когда пройдет года два, а я надеюсь, мы этот процесс доведем до конца, да? То Сергей будет навскидку говорить, да, вот это я сделаю множество наследований, здесь я возьму декораторы. Но сейчас опыта этого нет. Понимаете? И сейчас, на самом деле, прекраснейший момент. У него кипят мозги, я согласен. Но, тем не менее, он начинает выбирать тактику написания кода. Ни в одной книге не опишешь. Но сколько в книге опишешь этой тактики? Поэтому, ребята, говорю вам, не ждите, что вы сейчас откроете книгу. Кстати, Лутс здесь не прокатит. Вот у Лутса там есть книга, например, книга, у него есть программирование на питон, вторая часть там, да, большого. Но ведь там же показаны слезы. Там показано то, что решил Лутс показать бегом, да, вот так вот делать. Но, я разобью сейчас вот это, ваше понимание, что это так. А откройте 4-5 библиотек, которым по 4-5 лет. Вы увидите там 20-30 подходов. И поймете, что Лутс, да, показал его как можно. Один из вариантов, один из вариантов. Но сказать, что это хороший вариант или плохой, это сможет только практика. А почему вот взять Пандас? Почему они не взяли множество наследования, а взяли миксины? Чисто миксины. Ага. Наверное, у них были причины. Да, там делают эти библиотеки, конечно, профессионалы. Но ведь профессионалы рождаются, наверное, с первых шагов. И только вот так, ребята, как делает Сергей. Кропотливо каждый день. И вот сейчас, я считаю, у нас переломный момент. И здесь не надо пугаться. Я Сергею говорю, я вот писал в группе, что сейчас не надо заботиться кривой или косой код. Сейчас должен быть просто рабочий код. Потому что все можно переписать. И если не запланировали абстрактный класс, потому что я увидел сложности, значит, потом его можно дописать. Но, еще, Сергей, еще обращаю внимание, это уже конкретно для вас информация. Не забывайте про простой метод, который вот я и Диму Нага направлял. Еще раз это повторяю. Еще раз это повторяю. Что не забывайте вот про этот метод, Сергей. Вот, что касается вот этого вот куска кода. То есть, определение в init, просто мы выделяем место, создаем ссылку и делаем заглушку. Да, все. Но при этом init и создали метод супер. Кстати, вот, кто начинает обучаться, я всегда, вот, когда у нас есть Python OOP, я говорю, вот, как только закончили функции Python, И вот, приступаем к практике, где первичная наработка с функцией, первичная наработка OOP. И там сразу я включил, конечно, метод супер. Просто потому, что этот метод надо понимать не завтра, а изначально, да, изначально. То есть, все это, конечно, Сергей уже прошел и отлично этим владеет. Много понимаете, что должно быть пройдено до этого. Так вот, и когда, смотрите, Сергей, новички, это не для вас, это я для него говорю. Вы к этому придете и, по крайней мере, вот тут вот разберетесь в школе, да. Указали родителя, все, создали 5-7, у вас конкретные есть методы, потом в любом месте их реализуете. Но вопрос в том, это надо помнить. Потому что вас будет сейчас колотить, колотить. В каком плане колотить? Да, вы посмотрели эти видео, да, я видел, что вы написали, что изменили, да, изменилась у вас картина. Это и есть классно. И у вас сейчас пошел, то есть вы, я смотрю, серьезнее начали относиться к проектированию, да. Но, не но, а из тем же, вы начали, наконец-то, то, что и должен думать программист, выбирать, а на чем вы будете писать. Я вам дал подсказки, что множество наследований, дал подсказки декораторов и вбил это вам в домашние задания, прямо в видео. То есть сейчас это надо все подтянуть. А потом, то, что вы будете писать, здесь я ни в коем случае осуждать не буду. Главное, вы пишите и начните. Почему я говорю? Потом все можно исправить. Все прорехи потом обязательно вылезут, и вам сразу будет видно. А видно, мы здесь будем работать по принципу Линуса Торвальда. Торвальда, да, правильно. То есть, по его пониманию, плохой, хороший код. Понимание очень простое. У меня на ВКонтакте, кому интересно, там вообще ВКонтакте, ну, в группе новости все и ВКонтакте. СПБ, нижнее подчеркивание, тут, да, тут почитаете новости школы, тут много чего. Вот тут было интервью Линуса Торвальда. В общем, Линукса, грубо говоря, простыми словами. Где он, где там он исправлял код парня. В принципе, в чем там был смысл? Смотрите, смысл очень простой, очень крутой. Вот парень написал код, да, определенный. Ну, пусть это блок кода. Но он написал из трех частей. А вот это у нас входная задача. Ну, чтобы поняли смысл сейчас. Вот это выходная задача. И получилось, там на СИ был написан код. Получилось так, что входная, выходная, да, Сережа, это важный момент для вас. Сейчас я постараюсь найти этот кусок кода, чтобы это важно понимать, то есть как потом будете оценивать код. Вот правила основные, и я несколько интервью смотрел с ним. Грубо говоря, вот то, что я вам показываю сейчас, человек написал код. Ну, в принципе, получалось так, что давайте, чтобы не вдаряться в СИ. Иными словами, здесь у нас входное задание, здесь выходное. Должно для этого, не важно какое задание, ребят, это совершенно не важно сейчас. Для этого выполняется некое действие в коде. Вот что делал тот парень? Он написал 10 строк кода. Но смысл был в том, что до выполнения действия часть кода занималась другими операциями. В том случае это было удаление списков. То есть, грубо говоря, вот это и есть по Линусу Товальду, это правило плохого вкуса. Иными словами, получалось, давайте, что сделал Линус? Линус исправил этот код и вложил в 4 строчки. И вот эти лишние операции удаления списков, они убрались. То есть, по сути дела, вот задача, вот что должны получить на выходе, начало проходить всего лишь одно действие, без других каких-то составляющих. То есть, чётко. Иными словами, ничего в данной программе не даёт возможность потерять времени, что было раз. Второе, не даёт нести какие-то изменения. Ведь там шло удаление, но могло ведь удалиться в определённый момент и что-то, то, что нам нужно. То есть, ну и программа, допустим, не так бы работала. То есть, грубо говоря, все страхи. Вот на это, это на 14 минуте он говорил, вот на это Линус Товаль сказал, вот к этому надо стремиться. Мне нравятся люди, которые видят целые пласты кода. Пласты кода. Вот поэтому я, нам до этого далеко, да? Но, по крайней мере, ведь стремиться мы можем к этому. Поэтому я, Серёжа, сказал, распиши каждую, как только, своих объектов, каждую функцию. То есть, каждое действие. Одно действие, одна функция. И, в принципе, если у нас есть входная задача, выходная, это уже потом. И мы написали, что делается в функции. Тогда мы уже будем смотреть потом на этот кусок кода. А делается ли в этом месте то, что должно соответствовать выходу? Есть ли здесь лишние действия? На какой вопрос отвечает вот это? На какой вопрос вот это? И делает ли это действие? Всё. Понимаете, на самом деле, логика ведь очень простая и правильная. Всё банально просто, гениальное, да? Я задал вопрос, есть лишние действия, значит, можно всегда переписать. Там, конечно, идёт намного больше, учитывая тот же Python. Тут надо смотреть и типы данных, в одном случае словарь, в другом список, и скорость работы. Ну, в общем, очень много вещей. Но всё это придёт потом. Сейчас, на самом деле, для Серёжи, это я, Серёж, настраиваю, да, на будущее. Сейчас для Сергея это совершенно не должно быть важно. Сейчас должен просто быть код, который будет работать. Почему? Опять же, по Linux, по Linux, да, по его интервью, вот, дам ссылки на это интервью, посмотрите. Да, вот этот человек, который заложил Linux, который изменил мир, да, вот, совершенно этого не подозревая. Так вот, по Торвальдам, Торвальдсом, я всё время, сложная фамилия, поэтому можно назвать просто Linux, или просто Linux. Так вот, у него очень, он классно объяснил, у программиста, как должно быть, у нас к вечеру есть работающий код, или нет. Есть работающий код, значит, день успешный. Либо код, всё просто, либо код работает, либо код не работает. Поэтому, Серёж, первая ваша задача, просто получить работающий код. Всё, это первая задача. Всё остальное потом. Договорились, да? Итак, подводим итог. То, что надо было понять с этого видео. Сейчас, я надеюсь, что вы уже создали Markdown, да, а я дам ссылку ещё на другое видео ребятам, которые смотрят, да, то есть ошибки при изучении. Когда человек начинает изучать Python, да, вот, по-моему, это видео. То есть, какие вещи упускаются, да, и потом идут минусы. То есть, сейчас просто вложить свой код, что ввести формат JSON, то есть написать потом обязательно методы по JSON. Пока это нужно просто себе прописать комментарий, чтобы это было на глазах. Я надеюсь, что вы, как обычно, сделали первое в своём проекте, это проект Markdown, чтобы ввести документацию проекта. Это то, с чего начинается любой проект. Это правильно, да? То есть, вот это записать. Второе, то есть, с пониманием того, что у нас будет сервер, да, однозначно, потому что современные приложения без сервера, это не имеет никакого смысла. Они все обмениваются информацией. С API вы тоже успокоились, знаете, да? И следующий момент, после того, как получается, вы уже перепишите, да, перепишите, мы ждём этой вещи. И, наконец-то, я уверен, что поняли вот с этого видео, оно тоже будет в описании, в описании, то есть, выработка стратегии, да, каким образом вы будете писать код, используя множественные исследования, используя миксины, используя декоратор, либо всё вместе. Это совершенно не важно. Важно, чтобы это было выбрано сейчас. Потом уже, я сказал, вот здесь, ни в коем случае не надо сейчас предъявлять себе больших требований. На данном этапе у вас просто должен быть работающий код. А потом уже, вот как Linus рекомендовала, вот потом уже мы будем рассматривать код ваш со стороны пласта. То есть, какое место занимает элемент в общем порядке, какова его цель, на какие вопросы он отвечает. И код, которым написан этот элемент, он делает именно то, что надо сделать, или делает там много лишнего, или что-то недоделывает. И вот тогда будем переписывать и задавать вопросы в коду. И тогда уже менять либо тип данных, либо метод. Это уже другое. Это будет потом, Серёж, понимаете? Да, это всё работа. Ребята, вот смотрите, сколько мелочей, да. И это можно ли сказать там, вот сейчас вы там побудете, прочитаете книгу, и там мы с вами позанимаемся 20 уроков, и вы будете писать. Да нифига нельзя, ребят. Это вот такая вот переписка день за днём, и эффективно в том случае, когда человек застрял на этапе и разбирается до тех пор, пока у него это дело не отложилось уже по полочкам. И самое главное, что пришло понимание, как это применить и зачем. Только так. Вот это, это единственный эффективный. А книги, это всё, конечно, можно читать, но я говорю, приучить себя рассматривать библиотеки, да. Но новичкам, понятно, нечего, потому что они там понимать ничего не будут. Ну, допустим, новички просто приходят и учатся в школе, чтобы все эти вещи, вот как я говорю, на слух воспринимать. Вот то, что я объяснял Сергею, он уже это воспринимает на слух, то есть дорос до этого, и вы до этого дорастёте. Для этого надо заниматься в школе и быть в группе, вариться в этом коде постоянно. И закончу на этом мысль. А закончу так. Всё получится. По шишкам, по шишкам всё получится. Просто, чтобы понимали, да, ребята, которые, допустим, начали с этого видео, что процесс обучения, да, когда он намного проще. Ведь я знаю, что Сергей, тот же Сергей, да, когда практиковался, да, то это получалось очень легко. И этот уровень надо тоже пройти. Как ни крутите, его надо пройти. То есть, если человек, допустим, здесь дофига, здесь аж, здесь страниц, да, здесь тоже, здесь уже конкретно ставились вопросы и ответы, да, на них. Но здесь, когда мы обучаемся, мы берём какой-то фрагмент кода, где вопрос стоит там, как работает список, как работает там кортеж, какие методы. То есть, ну как, маленькая-маленькая задачка, они всегда понятнее. Но когда мы начинаем заниматься разработкой, всё меняется. То есть, теперь нам надо то, что мы наработали, да, начинать применять в общем масштабе. И здесь, конечно, нужна огромная помощь человеку, чтобы с этим сладиться. И здесь надо направлять. Направлять не как-то, а направлять всегда, вот в процессе. Пока человек не пройдёт этот путь, не создаст вот это приложение, не стыкует его с серверной частью, не состыкует с Жанго, потом будет писать мобильное приложение, делать API, то есть, весь большой процесс. Конечно, повезёт тому, кто сейчас в школе и этим занимается вместе с Сергеем. Почему? Потому что тогда будет легче. То есть, он этот путь прошёл. Второе, третье, четвёртое приложение, дальше уже понятно, что будет первый опыт, первый стержень, а дальше уже, ага, вот здесь я буду делать так, вот здесь так, то есть, пойдёт уже совершенно иное понимание. Но чтобы это понимание пошло, сначала надо сделать одно большое масштабное приложение. И это приложение, говорю, надо же учиться тому, что требует современность. А сегодня цифровая экономика. Это цифровка всех предприятий, сборка их, введенные центры. То есть, то, что будет в ближайшие 15-20 лет, востребовано на 100%. К этому и надо учиться. И здесь, плюсуйте, языки надо знать, надо, сервером надо владеть, надо, здесь и надо работать, ну это к языкам, надо, стыковки языков надо, надо. Ну, то есть, все эти вещи, то, что мы в этом приложении как раз скоснёмся, то есть, то, что будем делать. При этом, до этого он же уже начал писать на двух языках через полгода, вот что интересно. То есть, послушал меня. Ну, все, ребят, в описании видео посмотрите, там некоторые моменты я видео дам. Дальше просто надо брать и включаться в этот процесс.